друзья всем привет да собирали мы наконец-то наш двигатель осталось совсем чуть-чуть поставить ручной стартер поставить корпус воздушного фильтра ну и конечно же здесь намажем герметиком и прикрутим крышку и будем пробовать запускать значит что я доработал не стал снимать полный видеоролик чтобы не затягивать время значит вот вот эти вот шпильки были сделаны новые с резьбой 10 шаг 125 потом я сделал шпильку вот сюда тоже под резьбу 10 шаг 11 10 шаг 1 до далее вот это вот тяга тяга карбюратора вот она тоже сделана новая вот она работает и все здесь еще должна стоять пружинка ну пружинка меня нет я буду делать без нее но все остальное вы видели тем кто не видел проходите по ссылкам в описании смотрите как я его разбирал и как восстанавливал погнали и так ребятки все подготовили нашу крышку заодно заменю болты которые держат садить буду на обычный автомобильный герметик казанский самый дешевый сейчас промазываем герметиком место прокладки и даем время ей подсохнуть минут 15 а потом будем протягивать так ну все ребята нанесли мы наш герметик сейчас даем ему постоять где-то порядка 15-20 минут чтобы он схватился ставим крышку заливаем масло и будем пробовать запускать двигатель ну и пока герметик подсыхает я займусь вот этой штуковиной стартером здесь у нас веревка оторванная сейчас его соберем все ребятки сделали вот они вылазят попадают в пазы и назад вставляются отлично ну чё ставим крышку и так герметик наш схватился сейчас будем ставить крышку как герметик а и и а и и так все крышка встала и сейчас ставим болты 7 болтов сначала все их подтянет так все подтянули теперь по одному крест накрест будем затягивать сильно тянуть тоже не надо потому что есть свойство у болтиков ломаться тем более здесь в алюминии на герметике я думаю что держаться будет замечательно так ну все вот у нас лишний герметик повылазил его можно сейчас пока он не засох до конца аккуратно тряпочкой убрать либо потом ножичком срезать когда засохнут вот скорее всего второй вариант мы и сделаем так сейчас устанавливаем стартер и заливаем масло пока двигатель без масла его можно как угодно швырять хоть лошадь ход ставить масло никуда не перетечет потому что его там нет а когда он с маслом то наклонять его таким вот образом уже нежелательно так как масло может затечь через распредвал через эти через каналы может попасть карбюратор и тогда придется все быть все стартер установлен ставим наш двигатель на место так касательно масло ребятки масло буду использовать вот такое вот виска 5000 5 в 40 это у нас синтетика в этот моторчик входит 1 и 2 литра то есть литр выливаем полностью и еще доливаем 200 грамм с другого пузырька чем это неудобно то что приходится покупать два пузырька масло как бы не дешевая пузырек стоит порядка 650 рублей за один и так вот такую вот импровизированную лечку и сделал шланчик и обрезанная бутылка и заливаем наше масло ну все масло залилось сейчас сейчас пойду найду бак налью маленечко бензина и будем пробовать заводить итак ребята значит нашел я бак вот такой вот сделал тут шланчик он в принципе ничего не мешает сейчас открываем краник видно бензин потек ждем когда наполнится карбюратор здесь вот такой вот провод у меня обрезанный это глушилка в принципе на корпус и глушится ну и будем пробовать запускать посмотрим как я уже говорил масляный датчик я убрал здесь вот выточен вот такой болт с уплотнительным кольцом и так как я разбирал регулятор оборотов то возможно двигатель после запуска может пойти в разнос ну как говорится посмотрим а Ребята, двигатель запустился Разнос он не идет Сейчас Он минут 10 поработает И потом будем замерять компрессию Потому что компрессию нужно мерить на горячую Бримчит это бак Мерить я буду при помощи вот такого вот компрессометра Сейчас выкручиваем свечу Вкручиваем туда компрессометр И замеряем компрессию Итак, ребята, чтобы вкрутить туда компрессометр Мне придется снять глушитель И снять корпус воздушного фильтра Снял я, значит Воздушный фильтр Корпус И снял глушитель Вот так вот выглядят шпильки Горячие И сейчас мы с вами Замерим компрессию И вот я уже вкрутил компрессометр И сейчас будем замерять компрессию Для меня Знаем, что я делаю так ребята у нас получается где-то восемь с половиной очков как раз зеленую зону заходит все в принципе для убитого двигателя который был наглухо убитый я поменял только кольца и поршень так некоторые доработки сделал по мотору прокладки поменял я думаю что это отличный результат пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу не забываем подписываться и ставить лайки всем спасибо всем пока